Глава Ленинского района Олег Хромов провел встречу со старшими по домам микрорайона Купеленка. На встрече также присутствовали представители администрации и Видновского ПТО городского хозяйства. Основной вопрос – восстановительные работы на очистных сооружениях. Начиная с момента аварии, на объекте ежедневно ведутся технологические работы. Технический заказчик, как и сегодняшний эксплуатантом, является наша Видновская ПТО ГХ. То есть застройщик сейчас перечислил первый транш авансов для того, чтобы можно было нормализовать ситуацию на данных очистных сооружениях. Генеральный директор Видновского ПТО ГХ Александр Митряйкин заверил, что приблизительно через месяц неприятный запах должен исчезнуть. В свою очередь глава района рассказал о встрече с тремя застройщиками – Катар, Брусника и МР-групп, результатом которой стала договоренность об инвестиционном соглашении между ними и муниципалитетом. Хочу довести абсолютно официальную информацию и точку зрения и мою как главы, и администрации как органа соответствующего управления. На чем мы настаиваем и что мы будем реализовывать. Это единственно верный путь, по моему мнению, который позволит проблему решить раз и навсегда. Это строительство коллектора на нашу городскую канализационно-насосную станцию, которая находится на улице Старая Нагорная. Именно застройщики профинансируют данный проект. На месте очистных сооружений появится канализационно-насосная станция, которая будет перекачивать отходы в городскую сеть. К июню должны завершиться предпроектные работы, а процесс проектирования и экспертизы закончится осенью, после чего будет получено разрешение на строительство. Протяженность будущего коллектора составит 4600 метров. Все этапы реализации проекта будут обсуждаться на рабочих группах. Возможно, может быть, даже эту колеску, может быть, я подчеркиваю, мы будем работать с проектировщиками очень плотно, может быть, даже ближе сюда двинем к ливнему очистным сооружениям. То есть это же проектировщик, посмотрим. Жители задавали свои вопросы, которые касались не только очистных. Были затронуты темы вода и электроснабжения, парковок и работы управляющих компаний. Все стороны подчеркнули, что диалог оказался полезным и конструктивным. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Сергей Ларин, Видное ТВ. Продолжение следует...